МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участковые избирательные комиссии получили награды. А оказывается, ребята, что в Кигае нет точной даты наступления Нового года. В детской библиотеке новогоднее настроение. Практически вечная мерзлота. Зима длится очень долго, лето короткое. Первоклассникам рассказали о жизни народов Севера. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня, 22 декабря, в нашем Атомграде праздник – День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающий выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. В этот день, в 1920 году, Восьмой Всероссийский съезд Советов принял знаменитый план ГАЭЛРО, в котором были определены важнейшие этапы электрификации всей огромной России. План, рассчитанный на 15 лет, стал результатом труда огромного количества специалистов. Его основной целью была электрификация даже самых отдалённых и труднодоступных уголков нашей необъятной страны. Десногорцы всегда активно принимают участие в жизни нашего города, поэтому на публичные слушания, посвящённые обсуждению проекта бюджета на 2017 год, в зале собралось около сотни человек. С вступительным словом к собравшимся обратился председатель публичных слушаний Игорь Басевский. Он сообщил, что 8 декабря на рассмотрение действующих комиссий горсовета поступил проект бюджета Десногорска на 2017 год и предоставил слово начальнику финансового управления администрации Светлане Потупаевой. Она сделала отчёт об исполнении бюджета за прошедший год и ознакомилась с проектом бюджета на 2017 год. На собрании были заслушаны и приняты во внимание все замечания и предложения от представителей партии, общественных организаций и жителей нашего города. Открытым голосованием проект бюджета муниципального образования город Десногорск в Смоленской области на 2017 год был одобрен большинством голосов. Присутствующие на слушаниях рекомендовали утвердить основные параметры местного бюджета на сессии Десногорского городского совета. Семьи, в которых до 2017 года родился второй ребёнок, получат материнский капитал. Только в текущем году на его выплату из регионального бюджета было направлено 458 миллионов рублей. А с нового года эта мера социальной поддержки будет распространяться только на третьего и последующих детей. Об этом сообщила заместитель губернатора Смоленской области Оксана Лобода. Изменения в социальной сфере области коснутся и льгот ветеранам труда. Те граждане, у которых возникло право на соцподдержку до 1 января 2017 года, продолжат получать 523 рубля ежемесячно. А с 2017 года получить звание ветеран труда Смоленской области могут мужчины, имеющие общий трудовой стаж или страховой стаж 45 лет, и женщины, имеющие стаж 40 лет. Смоляне с таким статусом с 1 января 2017 года ежемесячно будут получать 523 рубля с учётом среднедушевого дохода, размер которого не превышает 12 тысяч рублей. В сентябре этого года выбрали депутатов в Государственную Думу. В Десногорске выборы федерального уровня прошли успешно. Кто отличился и какие награды получил, расскажем в нашем сюжете. Избирательная комиссия Смоленской области отметила работу территориальной и участковых комиссий Десногорска. За эффективную работу благодарственными письмами областной избирательной комиссии награждены Валентин Васильев, секретарь участковой комиссии 128-го избирательного участка, Евгений Федунов, заместитель председателя участковой избирательной комиссии 137-го участка, Алина Шевцова, заместитель председателя УИК 136-го избирательного участка, Алла Джиланова, секретарь участковой комиссии избирательного участка номер 129. Максим Николаевич выразил уверенность, что следующая избирательная кампания, а полномочия участковых комиссий на тот момент ещё будут действовать, пройдёт на таком же высоком уровне. В Смоленске прошёл первый съезд патриотов области. Руководители ветеранских организаций и поисковых отрядов, лидеры молодёжных общественных движений, юноармейцы, учащиеся педагоги подвели итоги работы и представили планы проведения гражданско-патриотических мероприятий на следующий год. Сейчас в регионе создано и активно развивается региональное отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Юноармия», в рядах которого состоит более полутора тысяч юношей и девушек. Ведётся работа поисковых отрядов. За год в области проведено 2500 патриотических мероприятий, среди которых и те, которые получили международный статус. А сейчас криминальные новости. В государственном расчётно-кассовом центре Смоленска опять обнаружены и изъяты две поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Одна поддельная купюра поступила с автозаправки, расположенной на 155-м километре автодороги Москва-Минск. Вторая – с автозаправки города Доргобуш. В настоящее время фальшивые купюры изъяты. По указанным фактам полиции проводятся проверки. Смоленские полицейские призывают к бдительности. В последнее время на территории соседних регионов участились случаи социальных мошенничеств. В основном страдают пенсионеры. Злоумышленники выясняют по телефону, с кем проживают пожилые люди и размерах пенсии. Под предлогом доставки подарков на дом обворовывают их. В полиции предполагают, что подобные аферисты в предновогодние дни вполне могут появиться и в Смоленском регионе. Чтобы обезопасить себя от преступных посягательств, нужно соблюдать определенные правила. При появлении в доме, подъезде подозрительных людей необходимо поинтересоваться целью их визита. Ни при каких обстоятельствах нельзя впускать домой незнакомцев, оставлять их без присмотра, показывать места, где хранятся сбережения. Если визитеры представляются работниками социальной службы или других ведомств, необходимо проверить их удостоверение и перезвонить в ту службу, которая якобы прислала специалистам. Полиция напоминает, что паспорт можно заменить через сайт Госуслуг. Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру. Регистрироваться на едином портале необходимо заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку. Каждый год перед новогодним праздником сотрудники Десногорской детской библиотеки проводят для юных горожан тематические мероприятия. Подробности далее. 21 декабря на познавательно-развлекательную программу «Всё про Новый год» пришли ученики 2-го класса школы номер 2. В библиотеке ребят встретили уже с новогодним праздничным настроением. Сотрудники информационного центра поведали школьникам о традициях празднования самого главного праздника. Рассказали, кто такой Дед Мороз, откуда он появился, а также ребята узнали, как называют его в других странах, почему принято на Новый год наряжать ель. Второклассники смогли не только интеллектуально просветиться, но и поучаствовать в веселых конкурсах, попеть новогодние песни, прочитать стихи и, конечно, потанцевать. Сотрудники библиотеки тесно сотрудничают со всеми школами города, и такие мероприятия проводятся очень часто. Мы очень часто сюда приходим, потому что у нас тесный контакт с детской библиотекой, но и во взрослую мы ходим. Сегодня присутствует у нас второй класс, второй А. После вот таких мероприятий они начинают ходить, начинают интересоваться книгами. Вот сегодня была представлена книга, очень хорошо, удачно просто. И, естественно, они начинают спрашивать, а можно эту книгу взять домой? Понимаете? И это очень хорошо, это привлекает тоже детей ходить в библиотеку. В предновогодние дни на каждом абонементе библиотеки для посетителей оформлены яркие выставки, где ребята могут найти для себя книгу, брошюру или журнал, которые в длинные новогодние каникулы скрасят их досуг. 23 декабря в 18.00 воспитанники Десногорской музыкальной школы приглашают родителей и любителей музыки на свой отчетный концерт по итогам первого полугодия. Называется концертная программа «Новогоднее настроение». Сотрудники историко-краеведческого музея продолжают знакомить десногорских детей с бытом и традициями народов Севера. В этот раз на экспозиции «Амтос. Здравствуй, коряки!» частного коллекционера Людмилы Каюровы в выставочном зале Десногорского музея побывали первоклассники из третьей школы. Ребята с огромным интересом слушали о жизни людей, проживающих на далеком севере. Их интересовало буквально все – и чем питаются, как одеваются, и каким образом освещают кочевые народы свое жилище. Большое впечатление произвели на детей экспонаты шкур медведя и северного волка. Мне понравилась шкура медведя. А чем она тебе понравилась? Мне понравились когти медведя, лапы. Мне понравилась шкура полярного волка. А чем он тебе? Удивительный, да, необычный? У него цвет необычный, не такой, как наш. На выставке представлены более 200 картин и столько же предметов декоративно-прикладного искусства. Рассмотрев их, можно лучше узнать о быте народов, живущих в гармонии с природой сурового севера, что очень важно для школьников. Я сама, допустим, да, с чем-то только столкнулась, впервые что-то услышала, что-то увидела. Дети тем более, тем более такие маленькие. Очень интересный рассказ со стороны экскурсовода был. И думаю, что дети все запомнили, что много им это все пригодится в дальнейшем. Эта выставка уже побывала в разных городах России и Белоруссии и везде имела большой успех. Посетить эту экспозицию десногорцы могут и в новогодние праздники. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok